МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Весенний марафет", майские каникулы, республиканский автопробег. Бобруиск принял участие в патриотическом движении, как это было. Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. И я, Мария Бересневич, мы начинаем. Союзные программы, арендное жилье и длинный уикенд. В мае белорусов ждут сразу 11 выходных. Какую субботу объявят рабочие? Меньше слов, больше дела. В Бобруиске продолжается большой марафет. Мы же до себя убираем. Стараемся каждую субботу. На субботник. Где стало чище? Модовщине чернобыльской катастрофы посвящается. Патриоты Беларуси открыли сезон дальних автопробегов. Мы, как всегда, в колонне с флагами. Под классную нашу любимую музыку. Любимую не отдают. Какой маршрут? Путешествуй без коронавируса. В Бобруиске можно сдать ПЦР-тест для выезда за рубеж. С собой необходимо иметь медицинскую маску, паспорт, копию и квитанцию об оплате. Куда обращаться? Новое покрытие. Дорожники развернули крупномасштабную операцию на Минской. Будет закуплено 6 единиц комбинированных дорожных машин. Где еще заменят асфальт? Юбилей в Трауре, изменение климата и неокончательный приговор. Экс-полицейского Дарика Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда. Сколько грозит подсудимому. В Бобруиске весеннее генеральная уборка. На субботник вышел буквально весь город. Руководство учащейся общественной организации. Одни сажали деревья, другие красили, третьи убирали кирпичи. В общем, жители объединились и устроили чистый флешмоб. Седьмой микрорайон самый молодой и быстро растущий в Бобруиске. Поэтому ему все самое новое. Детский сад, школа, многоэтажки, магазины. Вся необходимая инфраструктура. На этот раз внимание уделили и экологическому вопросу. Время городского субботника здесь выросли рябина и граб. Всего 150 саженцев. Молодежь всегда у нас активно отвлекается на такие акции. Потому что мы в 2019 году совместно с молодыми ребятами, с молодежью тоже были, они принимали участие в закладке парка семейных деревьев. Продолжают эту замечательную традицию. И говорят всегда о том, что здорово было бы, чтобы наши дети и внуки потом приходили в красивый зеленый парк. Как настроение, несмотря на ветер? Отлично. Ну что вы сегодня делаете на субботнике? Садим деревья, чтобы здесь был парк. Все было хорошо, дети могли гулять. И маму могли катать своих детей на колясках. Руководство города тоже сменило деловую одежду на рабочую. В ход идут лопаты, топоры, ведра. Настроение у всех позитивное. Делают же доброе дело. Конечно, принимать очень важно участие в акции посадки деревьев. Потому что, как и пословица говорят, каждый человек, наверное, должен построить дом, посадить дерево и родить сына. Поэтому выполняем заветы, указанные в пословице. Сегодня, думаю, что хороший день, хорошая погода, солнечная. Ну, приятно работать на свежем воздухе. Я уверен и надеюсь, что это место будет очень благоприятно воспринято бобручанами. И будет оно посещаемо. Строятся новые микрорайоны. Рядом школа, детский сад и зеленое насаждение. Это всегда хорошо. Ну, настроение как вообще? Настроение отлично. Несмотря на погоду такую, но настроение хорошее. Вы видите, все трудятся, все работают. Поэтому все прекрасно, все хорошо. Это в советское время субботник, скорее, добровольно-принудительная процедура. Сегодня это инициатива горожан. Бобруйск – наш общий дом. И всем приятно, когда в нем красиво и чисто. Отрадно, что ребята молодые, ребята, которые сегодня идут, наверное, в будущее, понимают, что как бы там ни было, надо начинать с добрых дел. И вот именно эти добрые дела, они уже начали с высаживания деревьев. Старые кирпичи, стекло и мусор в Бобруйской крепости – массовая зачистка. Жители собирают то, что за собой иногда забывают убирать нерадивые отдыхающие. Во дворы и парки горожане тоже вышли с раннего утра. Мы сначала организовали субботник и начали с третьего полигона. А сейчас пришли сюда, на пятый полигон, для того, чтобы сделать внешний красивый вид. Это наше достояние города Бобруйска, это наша Бобруйская крепость, которая была строительством, создана Бобруйская крепость 1810 года. Ну, это наша культура, наша история. Неподалеку другие бобручане метут, собирают листья и красят. На благоустройство родных мест пришли десятки человек. А часто убираетесь? Конечно. Постоянно. В каждом субботнике принимали участие? Ну, конечно, как же иначе. Мы же до себя убираем. Стараемся каждую субботу. На субботник. Если не субботник, если видишь где-то по улице что-то, обязательно тоже поднимешь тот же фантик, бумажку, ну, чтобы было чисто. Субботник – это когда от каждого по способности. И все заработанные деньги пойдут на благое дело. На реставрацию жемчужины нашего города, Бобруйской крепости. Максим Кембель, Карина Гуреевич, Максим Галевенко, Андрей Богдан. Итоги недели. Дорожные карты, семейный капитал и стратегический продукт. Белорусские аграрии приступили к посадке картофеля. На какой рассчитывают урожай? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Будущие союзных программ, а также отношения Минска и Москвы на неделе обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Встреча прошла в российской столице. Лидерам было что рассмотреть. От ситуации в регионе, экономике до совместного устройства системы налогообложения. Отдельно президент Беларуси отметил прогресс по дорожным картам. Тема безопасности также в повестке встречи лидеров. В Беларуси планируют расширить возможности использования семейного капитала. Соответствующий проект указа сейчас рассматривают в правительстве. Например, предлагается еще больше расширить возможности для решения жилищных вопросов. Проектам предусмотрено и абсолютно новое направление использования капитала на приобретение товаров социальной реабилитации и адаптации для людей с инвалидностью. В стране для строительства арендного жилья планируют привлекать частных инвесторов. Им без аукционных торгов сразу будут предоставлять два земельных участка для возведения домов на коммерческих условиях. Пока предложения еще обсуждаются. Все будет зависеть от позиций всех заинтересованных сторон. Белорусские аграрии приступили к посадке картофеля. Стратегический для страны продукт культивируют во всех регионах. Используются в основном высокопродуктивные сорта отечественной селекции. При этом важно не только вырастить, но и сберечь урожай. Поэтому заранее приводятся в порядок и овощехранилища. Специальный микроклимат поможет защитить клубни до следующего сезона. В мае белорусов ожидают сразу 11 выходных. К такому решению пришло правительство. Праздничные дни 1 и 9 мая, которые обычно не рабочие, в этом году выпали на субботу и воскресенье. Однако уже во вторник, 11 числа, жители будут отмечать Радуницу. В связи с этим Совмин принял решение сделать выходным и понедельник, 10 мая. Правда, этот день придется отработать. В субботу, 15 числа. Быть едиными. Сезон дальних автопробегов открылся субботним утром. Накануне годовщины чернобыльской трагедии белорусы отправились на экскурсию по значимым местам. Бобруйск, первый пункт в программе. Утро субботы для участников автопробега начинается рано. Старт дан в 8 утра. Путь предстоит дальний, но повод, как всегда, важный. Почтить подвиг ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Патриоты едут целыми семьями. Для многих это повод увидеть любимую Беларусь с другой стороны. Показать ее и своим детям. Колонна стартовала из Минска на пятом километре Могилевской трассы и проследовала вдоль Мариной горки, Осиповича и Бобруйска. Как у вас настроение сегодня? Прекрасное настроение, как всегда, боевое, прекрасное. Мы, как всегда, в колонне с флагами. Под классную нашу любимую музыку, любимую не отдают. Посещаем города Беларуси. Сегодня мы в Бобруйске, в этом прекрасном городе. Просто было бы нечеловечно с нашей стороны не приехать к вам в ваш красивый, уютный город. Далее посетить город Койники и посетить все-таки ту землю, которая подверглась аварии на Тенобруйской АЭС. Для гостей города Бобруйск – настоящее открытие. Те, кто здесь впервые, искренне восхищаются гостеприимством местных жителей. А экскурсия по территории крепости находит отклик в сердцах как взрослых, так и детей. Финалом становится возложение цветов к памятнику жертвам фашизма. Посещая такие места, как это, конечно, мы не имеем права забыть то, что случилось. Относительно, можно сказать, это случилось не так давно, и ни в коем случае мы не должны допустить повторения случившегося. А были когда-нибудь в Бобруйске? Нет, первый раз. И как вам в городе? Город красивый, чистый, отстроенный. Я просто удивляюсь, что благодаря нашему президенту, какая наша Беларусь чистая, красивая. Я очень часто тоже бывала везде, была в Польше, была за границей. Такой чистоты, такого порядка нигде нет. За Беларусь! Дальше в программе Светлогорск и Речица. Конечный пункт – Полесский государственный радиационный заповедник. Белорусская часть зоны отчуждения. Участники отправляются в места застывших деревень, заброшенных домов и школ. Знать и чтить историю прошлых лет. Любить и заботиться о своей стране, родном городе. А главное помнить – Беларусь неделимая. Все это так просто и так важно. Карина Гуревич, Андрей Богдан. Итоги недели. Пришло время обновиться. Бабрусьские дорожники дали старт новому сезону ремонтных работ. Основные силы брошены на центральную магистраль – Минскую. Когда там появится новенькое покрытие и где еще заменят полотно? Смотрите прямо сейчас. У Сергея Гречка на настоящий праздник. Отныне у него самый современный железный конь. Машинист уже вторую неделю испытывает новый грейдер белорусской сборки. Выпустил его «Амкадор». Опций много – грейдирование, профилирование, нарезка кюветов и в целом благоустройство дорог. Под капотом 180 лошадиных сил. Но и это не все плюсы. Кабина стала более-менее лучше. Рычаги более как-то комфортно сделаны. Руль стал меньше, не ездишь как на Кразе. Но кондиционер поставили. Более зеркала сделали лучше. Весна – горячая пора для коммунальщиков. Проверка боеготовности в этом случае – шаг предсказуемый и правильный. В качестве инспектора – первый заместитель председателя горисполкома Игорь Кисель. Здесь же гендиректор Баврой Живкомхоза и руководитель ДЭПа. Парк техники – газонокосилки, тракторы, поливочные машины. Проверяется готовность техники, средств механизации, подготовка работников, наличие спецодежды, обучение. Проверка также показала, что предприятие готово к работе. Всего же парк коммунальной техники насчитывает свыше 100 единиц. Сюда входит абсолютно все. Начиная от тракторов в Белорус, заканчивая прицепами. Но ничего не вечно. Поэтому каждый год город закупает современные машины. В конце апреля ждут еще один новый грейдер. В этом году будет закуплено 6 единиц комбинированных дорожных машин, которые будут летом работать как поливомоечные машины. На базе МАЗа зимой на них ставится пескоразбрасывающее оборудование, плужно-щеточное. То есть они универсальные, могут выполнять сразу две операции. И сгребание с подметанием, и сразу же посыпкой. Сейчас дорожники оккупировали Минскую. На центральной магистрали сосредоточен внушительный десант. Фреза, срезая старый слой асфальта, следом специалисты ведут подготовительные работы для укладки нового покрытия. Всего здесь задействовано порядка 10 единиц техники. Асфальт заменят на участке от Октябрьска до проспекта Георгиевского. Это свыше двух километров дорожного полотна. Срок годности покрытия, по словам специалистов, не меньше 10 лет. Асфальт на этом участке будет высокотехнологичным. Резина будет его основой, плюс добавит целлюлозу. Кроме покрытия, дорожники меняют и бордюры. Планируем этот кусок сдать, поставить бордюр и уложить асфальтобетон на участке к майским праздникам, то есть к 9 мая. В этом сезоне также заменят асфальт на участке от проспекта Георгиевского до Орджоникидзе. В порядок приведут и улицу Интернациональную. Ее ждет капитальный ремонт. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. Прививка от вируса. В Беларуси продолжается массовая вакцинация. Медифиниу стоит повторять. Это лучшее оружие в борьбе с ковид-инфекцией. Тем временем в Вапроське появилась новая услуга. Здесь можно сделать ПЦР-тест для выезда за рубеж. Обо всем по порядку. Карина Гуревич. Максимальная подготовка позади. Заместитель директора 34-й школы Марина Симашко в двух шагах от прививки. Сперва – осмотр врача. Такая предусмотрительность уменьшает вероятность нежелательных последствий. И вот кульминация. Педагог получает первую дозу российской вакцины «Спутник Ви». Быстро и не больно. Второй компонент ведут через 21 день. Уготовила себя тем, что прививка – это очень важно. В любом случае каждый человек привит, значит, он безопасен и для других. И сам же для себя чувствует уверенно и в безопасности. Сделать укол от коронавируса пожелали в общей сложности 24 педагога 34-й школы. Здесь и опытные, и молодые учителя. Кому, как не им, еще работать с детьми. Привиться решили и эпидемиологи. Сама профессия велит. Компания небольшая, всего пять человек. Но это только начало. Если говорить о цифрах в масштабах города, то они более впечатляющие. Уже вакцинированы свыше четырех тысяч человек. Второй компонент ввели 1149 пациентам. На текущей неделе организациями здравоохранения планируется получение 1900 доз вакцины от коронавирусной инфекции. В соответствии с сетевым графиком иммунизации до 1 октября будет проводиться вакцина профилактика населения. И не лишним будет напомнить о том, что рекомендации врачей о соблюдении масочного режима и о социального дистанцирования очень важны. Особенно сейчас, когда наступают теплые дни. На фоне третьей волны пандемии коронавируса медики напоминают – лучше болеть, предупредить, чем лечить. Поэтому вакцинация – единственное действенное оружие в борьбе с инфекцией. Чтобы принять участие в антиковидной кампании, нужно прийти в поликлинику по месту жительства и записаться на антиковидный укол. Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения Беларуси. Поэтому от количества взрослых, которые сделают свой выбор осознанно, зависит здоровье как членов семьи, так и национальная безопасность. Жители нашего города, которые еще не приняли решение, вакцинироваться или нет, может быть, просто не нашли времени для того, чтобы обратиться в поликлинику, я приглашаю для проведения вакцинации. Поверьте, тем самым вы сохраните свое здоровье и своих близких. С потеплением приближается и сезон отпусков. Новые реалии таковы, что попасть за границу без ПЦР-теста практически невозможно. Исключение – Албания, Танзания, Мексика и Доминикана. Для белорусов при условии отрицательного теста на коронавирус открыты Турция, Египет, Тунис, Болгария, Куба, Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, Кипр, Грузия, Сербия, Оаэ и Греция. Последнее начнет принимать туристов с 15 мая. К счастью, бобруйчанам далеко ехать не надо. Лабораторное тестирование на инфекцию COVID-19 проводят и у нас. Стоимость услуги для резидентов Республики Беларусь, ну для граждан, составляет 36 рублей 66 копеек. Для иностранных граждан и нерезидентов Республики Беларусь 56 рублей 83 копейки. На сегодняшний день уже проведено исследование 130 человек, которые к нам обратились с заявлением. Заполнение документов, договора и акта сдачи приема осуществляется в фойе административного здания Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Забор материала проводится ежедневно с 8 до 11. Выдача результатов на следующий день при предъявлении паспорта. Анализ дают натощак, либо не ранее, чем через полтора часа после приема пищи. Желательно не чистить зубы, за два часа необходимо воздержаться от курения. Конечно, просто прийти и сдать тест не получится. Предварительная запись обязательно. Ее можно сделать по телефону. Также с собой необходимо иметь медицинскую маску, паспорт, копию и квитанцию об оплате. Кстати, теперь белорусы, которые планируют попасть в Россию через воздушные пункты пропуска, должны загрузить результаты теста в мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19», после чего они становятся доступны в виде QR-кода. Для этого на Минской 100 нужно написать отдельное заявление для внесения в базу. Послание Путина, климатический саммит и выброс сельди, берега Сахалина усыпало рыбой. В чем причина явления? Далее обзор громких мировых заголовков. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В основном оно было посвящено внутренним вопросам. Дополнительная поддержка семей с детьми, пособия, строительство школ, увеличение бюджетных мест в вузах, туристический кэшбэк, экология и борьба с пандемией. Не обошлось без обсуждения внешнеполитической повестки. Изменения климата, грозящие, если на них закрывать глаза голодом и эпидемиями, обсудили главы почти четырех десятков государств и правительств. Выступления длились по несколько минут. А общим в них была констатация того, каких параметров по выборствам СО2 каждая конкретная страна достигла и планирует добиться. Дерика Шовина признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен судьей только через несколько недель. После вердикта присяжных Шовина заковали в наручники и вывели из зала суда. Ранее он находился дома под залогом. Берега Сахалина усыпала рыбой. Туда приплыли тонны сельди. Экологи отмечают, что такого количества техокеанских обитателей в регионе не было давно. Рыбу буквально можно ловить руками. Причина явления – восстановление популяции сельди. Однако пока о разрешении на промышленный вылов в прибрежных водах речи не идет. Королеве Великобритании исполнилось 95. Овдовевшая Елизавета II поручила отказаться от традиционного торжественного салюта. Обычно в этот день раздаются залпы из 21 орудия. В прошлом году по просьбе королевы пушки замолчали из-за пандемии. А в этом монаршая семья в трауре по принцу Филиппу, который скончался 9 апреля. Юбилей Елизавета II провела в тишине и среди близких. Такими уходящиеся мне увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя. Новая неделя. Новая неделя. Новая неделя.